всем привет мои хорошие с вами я светлана ата и сегодня все как обычно поспала поела кофе выпила сейчас готовлюсь на ужин смотрите что у меня здесь готовлю испанок знаете что я сделаю я значит сейчас после четырех после пяти ухожу и мне естественно не до ужина будет я это все приготовлю аж кем 5 часов отдаст фурин пекарню и нам принесут буреки с испанаков и у меня пришла мысль такая пригласить мою узлемушку она будет очень довольна мне кажется и вы не так ли захотите и увидеть пошла я готовить здесь ничего сложного нету здесь нужно порезать испанак щавель по-другому шпинат то есть и лук перемешать с пряностями соль перец и все и готовы отнести пекарню пошла я делать это ну заодно и во время нарезки я с вами пообщаюсь с утра сегодня посмотрела комментарии и одна подписчица писала что светлана вы показываете о своей жизни ну пожалуйста нас интересуют такие темы о замужестве там жизни но мне поверьте я тоже хочу с вами встретиться прямом эфире мне как не получается я думаю что скоро это закончится но хотя вряд ли но все таки но я попытаюсь ответить на какие-то вопросы вот именно я выписала специально в голове уже помню я отвечу вот многие спрашивают насчет аренды квартиры что это за квартира я сейчас вам объясню почему так получилось выгодно очень дешево потому что у меня есть одна знакомая это квартира ее подруги и вот они уехали в другую страну но они живут на две страны и квартира пустует оттуда не могут выход потому что из-за карантина и вот она подумала и решила почему бы не помочь подруге заработать какую-то денежку и поэтому она и получилось у нас так стали так что квартира почти такой же планировки как нашему она находится параллельно там напротив нашего дома еще 600 лет взяли за месяц но отдельные ступи на нужно платить за свет заказ у них там газ проведен хорошая квартира более отремонтирована чем у нас за айдат 80 лет должны отдельно платить но не знаю квартиры здесь подорожали в округе ну я же вам показывала за 1900 и еще 200 альта это вообще ужасные цены ну вот базар рядом а не вчера первый раз наталья с мамой пошли отоварили сами или донесли сумки пока всем довольны я не знаю но конечно они приехали с целью купить здесь квартиру чтобы купить квартиру нужно конечно приехать и посмотреть район допустим мне нравится мизики да мне он очень удобный а многим людям более свободным таким может пожилыми хотя море у нас и рядом ну а другим людям может пляж необходим что был рядом но поэтому покупают таких краю на как домик арделе тайге именно ради моря до пляж хорошие все чище на поле чем здесь в центре не спорю ничего но единственно могу сказать даже вот муж он всегда говорит я говорю вот эти районы я уже тоже хотели переехать с мужем в этот район но он говорит светлана говорит ашкул летом там хорошо а деревья зимой там никого нету говорит о скуке нужно с ума сойти ну как нету нет такое наверное движение как здесь ну и там что много садов там все это хорошо если вы хотите просто отдохнуть ничем не заниматься сидеть дома вязать шить и то это как раз для вас здесь можете отдохнуть душой телом но если вы активный человек вам будет скучно сидеть дома то конечно инфраструктура когда близко это намного лучше и вы просто там с ума сайта от скуки сойдете но мне например не приходится скучать нигде поэтому я и тоже но естественно когда я выхожу здесь сажусь на маршрутку 10 минут но уже в центре но это тоже очень много значит ну у каждого вкусные разные так что наталья пока будет смотреть выбирать свою ну естественно там есть квартиры подешевле здесь мезетли подороже но искать надо ходить все можно найти нужно посмотреть вот этих сайтов сахибиндом от хозяина но кто-то хочет может прибегнуть в помощи риэлтора маклеров им лакчи это по-турецки так что это все зависит от вас но естественно советую всем перед тем как приехать незнакомый город не если нужно приехать посмотреть понравится вам подойдет он ли вам ну а потом уже делать покупки потом не обижались там не жалели ни о чем хотя я говорю о себе что я столько времени здесь живу я не жалею ну вот по-моему ответила на ваши вопросы за одно и делом занимаемся а так с наталья мы так они ходят на море по утрам сами как-то стараются все но мы конечно пересекаемся сегодня их тоже угощу этим двуреком с фанаком буду приучать их турецкой кухне ну все наверное ответила на некоторые вопросы продолжим дальше а вот и я мои хорошие вышла я значит на улицу так приятно уже не так жарко мне кажется в мерсине уже мерсин приходит уже в себя так я сегодня вырядилась очки двух видов вон и настенька приехала сейчас я уже еду с ней посмотрите какое место красиво вы пришли какой здесь дизайн стена как оформлена эти бабочки это сами высаживали да наклеили жанна можно вас снять тоже это жанночка она на хозяйка этого гюзелек салона я смотрю что чем занимается ваш салон смотрите у нее здесь и пепиляции и стилист видно да да вы что и все вы одна работаете все умеет она понятно и парикмахер тоже да или нет понятно вот такой кабинет жанна гражданка турции поэтому есть все вас все можно не только нам не то временно и с пропиской но и я имею ввиду себя идите тут и тут что то есть до красиво со вкусом все посмотрите сделано такой вот посуды что понятно приятно познакомиться жанночка с вами вот этот ключ главный этот ключ да он продается только в тарсусе именно что это означает это от глаза это чтобы плохой видите от глаза надо мне его носить такой а то я вечно падаю знаете что я столько пара падаю столько раз и дуле кручу когда выхожу с подъезда лучшую это такой повешу себе на цепочке нет он есть маленький конечно просто посмотрите какие бабочки красивые красота а на улице перед дверью тоже там стульчики какие-то посмотрим покажу вам как выглядит сайлон это вот посмотрите какие красивые стульчики хозяйка со вкусом и вот так выглядит ее салон жанка бакым и зелик вот же не сделала рекламу кстати хотела с вами поговорить рассказать о моем помните я падала в магазине мы недавно два дня назад с натальей мы ходили по магазинам и прошли мимо и ей наталья понравился вентилятор именно в этом магазине вот вы мне советовали чтобы я пошла жаловалась на них до смотрела и эти люди раз совершенно равнодушные я говорю вы меня не я когда зашла к ним вовнутрь мне так сердце вас прямо дальше вот все жалость от этих воспоминаний я упала в подвал перекатилась вообще с во время съемки магазине сирийцы были до сирийцы хозяева и я их спросила я говорю вы помните меня я здесь упала они да да так вот начали горит помню помню я гру вы закрыли там смотрю они уже закрыли сделали ступеньки такие красивые я даже близко не подходила не хотела вспоминать этот ужас но кич миша олсун кич миша олсун вот и все даже не из не сделали скидки нам на вентилятор вот такие вот люди бывают да не то что там они обеспокоились я говорю я сколько говорю как пострадала пострадала говорю от вас и два месяца говорю не могла я прийти в себя ну вот такие люди тоже есть месси не хотя магазин очень красивый прямо переполненный и заполненный посуда и все не ходила я все-таки мой муж говорит я же тебе сказал как же им объясняется такой вот я домой посмотрите кто пришло к нам турчаночка наша красивая цей мишаally его гордость за кадром ... Я нашел день и есть голубые подарки. Сейчас мы будем сегодня с 1 часами делать 1 раз. Я сейчас с Сашкой сфотографирую Я не сгодилась. Она говорит, что приходи! Говори, кружи! Видите, какая мне эта летняя? Дождались своих пюреков со шпинатом, вот сейчас будем кушать. Ашкин, какой голодный чок, ашкин, алсенону, гетир, 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 ашкин, гетир, балкон да. Сейчас мы, а я вот приготовила с Озлема вот такую чорбу, я же пришла недавно и все сделали. Так, что у нас еще есть, вот малосольные огурчики, салатик, зеленушка, йогурт есть, айран есть, йогурт, герек, айран, бильма. Он муж, Рамазан Гельды, он уставший, не хочет сниматься. Главное было вам сказать, сколько это стоит, смотрите, 23 лиры, нет, 23 штуки, 11,5, 12 лир. Вы видите, 12 лир, 23 штуки, и вот что осталось, 4 человека, там было 1 килограмм испанака, шпината он взял. Ну и вот, получилось. О, Ники Тайле, дыльмы? Вот написано. Сейчас я иду Озлем угощать моими конфетами российскими по кофе и реакциям. Естественно, я узнала имя моей подписчицы, которая передала мне уральского рыжка. Татьяна, спасибо вам большое. Да, все, и Наталья еще раз. Наталья еще раз. Что ты говоришь? Русские девочки? Русские девочки. Ах, я не знаю. Ашкин, ты? Ашкин, ты кого любишь? Солейман. Я украинский девочек. Ашкин? Смотри, ты любишь? Нет, я люблю чоколаду. А мне, Ашкин? Ашкин, я люблю. Как ты, Ашкин? Майбэби. Майбэби. Маруся? Ищи меня. Ищи меня. Ааа, хорошо. Ой, я не... Видео включила. Давай, увидимся. Спасибо вам. Байбай. 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 Остались мы с Ашкином одни. Ялны скалдык бис. Сейчас Светлана будет отдыхать с Ашкином. Расслабиться. Я так привыкла. Наверное, я постарела. После еды сразу ложится. Вот там мой диван меня уже ждет. Я не знаю. Наверное, я устаю, да? Не так ли? Ой, у меня одни мысли. Лечь сейчас. Мои хорошие. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.